В Татарстане появится школа имени Державина. У Лиги студентов Республики появился новый президент. В КФУ прошел диктант «Пиши, Казань». В Императорском зале Казанского университета подвели итоги 14-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Участие в церемонии закрытия принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, министр образования Республики Татарстан Рафиз Бурганов и ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова. Подробности смотри в нашем следующем выпуске новостей. Теперь в Лаишевском районе Татарстана появилась Сокуровская школа имени Гавриила Державина. О подробностях ее работы расскажет Аделя Шамилова. С 14 сетября школьники Лаишевского района Татарстана получили статус воспитанников Сокуровской школы имени Гавриила Державина. С этого дня данная школа будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом. На торжественном мероприятии по данному поводу выступили ректор Казанского университета, ректор Государственного университета юстиции, а также первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, глава Лаишевского района и многие другие. А сегодня между нами, между нашей школой, теперь я употребляю именно это слово, будет подписано соглашение о сотрудничестве. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто организовал в эти дни конференцию державенную, державенские чтения, которые, начиная с 2015 года, проходят в Казани, в Татарстане. Я выражаю благодарность, Ольга Ивановна, вам, Ильша Травкадович, вам за ту поддержку системе общего образования, подчеркиваю, системе общего образования, которое мы видим и которое вы оказываете ежедневно, ежечасно. После приветственных слов и поздравлений состоялось открытие мемориальной доски Гавриилу Державину и возложение цветов к монументу. После торжественного открытия мероприятия первый проректор КФУ и директор Сокровской школы имени Гавриила Державина подписали договор о сотрудничестве. Мы гордимся, что это наша земля державинская. Дальше будет взаимодействие у нас с Казанским федеральным университетом. Мы будем сотрудничать с профессорами, с профессорским составом КФУ. У нас в школе социально-экономический профиль. В Казанском федеральном университете прошел региональный отбор научного конкурса Falling Walls. Молодые ученые представили свои исследовательские проекты. Победитель отправится на российский этап отбора. Два представителя КФУ поборолись за пост президента Лиги студентов Республики Татарстан. О том, кто уже стал новым президентом Лиги студентов, смотри в сюжете Софьи Ивановой. В Большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ УНИКС в рамках конференции Лиги студентов Республики Татарстан состоялись выборы президента региональной молодежной общественной организации Лига студентов. Участие в мероприятии принял министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов и проректор по социальной и воспитательной работе Казанского Федерального Университета Ариф Межведилов. Вы можете в том числе и для нас, для Министерства молодого, сформулировать повестку, сформулировать запрос, а мы по большому счету площадка, открытая площадка для вас, для постоянного диалога между молодежью и властью. Лига студентов – это сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, которое развивает высокие личные и профессиональные качества, способности плодотворно трудиться. Значимость Лиги студентов, она, ну мне кажется, вообще неоспорима с точки зрения ее необходимости в сегодняшнем мире. Я думаю, что если организация уже готовится к празднованию своего 23-го дня рождения, это говорит о том, что она востребована сегодня. Двое из трех претендентов на пост представляют Казанский Федеральный Университет – Руфат Киямов и Азат Кашапов, которые на данный момент находятся в США. Все соперники у нас сильные, со всеми кандидатами я общаюсь и с кем-то связываю, дружеская связь. Каждый силен в чем-то. Если Александр силен именно в образовательной части, это ЕГЭ, ОГЭ, это очень круто. Азат Кашапов силен в академической мобильности. Президентом Лиги студентов Республики Татарстан стал магистр первого курса Института международных отношений Казанского Федерального Университета Руфат Киямов. Софья Иванова, Андрей Багаудинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета открылась международная конференция East-West Design and Test Symposium. Подробнее о ней мы расскажем в следующем выпуске. Проверить себя на знания пунктуации орфографии можно, написав диктант. 14 сентября такая возможность была у всех желающих. В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошел диктант «Пиши, Казань», где побывала наш корреспондент Анна Глазунова. Проверить себя в написании диктанта можно было в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. 14 сентября здесь прошел первый всеказанский диктант «Пиши, Казань». Он состоялся в рамках музыкально-литературного фестиваля «Аксенов Фест», посвященного памяти писателя Василия Аксенова. Автором текста диктанта под названием «Деревянная Казань» стала выпускница КФУ писатель Гузель Яхина. Она же и диктовала этот текст участникам. Я поступала в Казанский педагогический институт, заканчивала Казанский педагогический университет. А теперь я стою здесь, и вроде бы это тоже моя альбоматор, но она уже настолько большая. Мы будем писать текст, который называется «Деревянная Казань», и он написан специально для диктанта. Текст рассказывает о деревянной архитектуре Казани. Как отметила Гузель Яхина, текст диктанта не очень сложный. Правда, иногда все же придется подумать над знаками припинания. Но участники верят в свои силы и надеются написать его на хорошую оценку. Оцениваю сегодня написать на пятерку, но русский язык, он настолько уникален, что нельзя прогнозировать результат, потому что очень много слов, очень много форм, о которых я могу не знать. Думаю, на пятерку уже напишу. Я хорошо училась на пятерке по русскому языку. Я очень люблю русский язык. Проверку всех диктантов будет осуществлять доктор филологических наук, профессор МГУ Мария Голованевская, а также участники Аксену Феста. Участники, которые напишут диктант лучше всего, смогут получить заветные книги с автографами писателей фестиваля Аксену Фест. Анна Глазунова, Андрей Богудинов, Универньюз. Об остальных новостях Казанского федерального университета мы расскажем в нашем обзоре. Центр развития компетенций Универсум Плюс Института международных отношений КФУ для всех желающих проводит сентябрьский вернисаж иностранных языков. Нужно отметить, что организаторы делают акцент на изучение сразу нескольких языков. Здесь любой желающий может посетить мастер-класс по арабскому, японскому, итальянскому, французскому и другим языкам. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета прошла серия мастер-классов в честь Дня программиста. В мероприятии приняли участие представители компаний 1С, Мера, Акбар, цифровые технологии и многие другие. Для студентов сегодня открывается возможность еще и найти для себя интересный проект, возможно договориться о прохождении практики, в компаниях наших партнеров. Мастер-классы проходили по темам программирования и возможности применения технологий в сферах нефтедобычи и строительства. В Униксе прошла экскурсия студенческой жизни для первокурсников. Их ожидали творческие номера. Об этом мероприятии я узнала задолго. Я заинтересовалась и пришла. Возможно, я в будущем тоже буду выступать, если мне удастся попасть в коллективы. Такое мероприятие, в котором мы знакомимся с студенческой жизнью, где мы узнаем что-то новое, какие-то мероприятия, спорт, деятельность, концертные какие-то моменты и возможность сходить и записаться куда-либо. На мероприятии выступили первый проректор Казанского федерального университета Рияс Мензарипов и проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Мы 1 сентября, когда с вами встречались, говорили о том, что в университете жизнь, она интересна, потому что ее делают сами студенты. И вот сегодня вы увидите, как ваши старшие коллеги действительно делают ее интересной. Артем Тупичкин, Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и всего доброго.